В эфире телеканал АТОН ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я и ее ведущий Александр Гурарье. И мы продолжаем тему повреждения взрыва на корабле, на перевозящем автомобиле. Это израильский корабль, принадлежащий израильскому бизнесмену «Хелиос Рэй». Корабль шел под британским флагом, точнее, простите, с британским экипажем и под флагом Багамских островов. И в четверг, 25 февраля, произошел взрыв. Как позднее выяснили эксперты, взрыв произошел в результате попадания ракеты. На связи с нашей студией из Иерусалима доктор Владимир Мисамет, Еврейский университет в Иерусалиме. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы беседовали уже с Цвимогеном с точки зрения Израиля, как это выглядит и какие действия, возможно, предприимет Израиль. Мне бы хотелось поговорить с вами, как бы, взгляд со стороны Ирана. Я знаю, что вы живо интересуетесь тем, о чем пишут и что говорят официальные и неофициальные лица в Иране. Первый мой вопрос. Иран признал, что это их рук дело или по-прежнему молчит и все отрицает? Ну, естественно, трудно ожидать признания от иранских официальных руководителей, то есть, скажем, от президента или от религиозного лидера страны. Естественно, они об этом не говорят. Но об этом говорит пресса. И, в частности, на эту тему, вот в последнем номере иранской газеты «Кейхан», это очень важная иранская газета, она рупор, в принципе, консерваторов, рупор тех, кто находится сейчас у власти в Иране. И она написала как раз, что наконец-то отмщение постигло тех, кто постоянно создает нам напряжение в Сирии и в Ираке, кто считает, что он может безнаказанно бомбить наши иранские цели, преследовать нашу ось сопротивления. Ось сопротивления – это перцы, иранцы так называют, в принципе, своих сателлитов, то есть, имеется в виду Хизбалу, имеется в виду шиитские формирования или шиитские милиции в Ираке, имеется в виду хауситы и так далее. То есть, те, кто, так сказать, под дудку у Ирана пляшут. То есть, вот, в принципе, газета Кейхан как раз написала об этом, и она, собственно говоря, написала не только эту фразу, она сообщила и о том, что операция была успешной, то есть, она считает, что они достигли своей цели, что операция была не просто успешной, операция – это носит военный характер. Собственно говоря, теперь израильтяне могут серьезно себе представить, что они не могут безнаказанно этим заниматься, что возмездие их везде настигнет. Более того, иранская газета написала также, что это возмездие, оно как бы преследует своей целью отомстить убийство иранского ученого-атомщика. Вы знаете, это тот акт, который был совершен еще в ноябре прошлого года, они считают, что это как раз то отмщение, которое есть. И в этой связи встает вопрос, совершилось ли возмездие, полностью ли оно совершилось, и насколько иранцы достигли своих целей. Они об этом, честно говоря, прямо так не говорят, что мы полностью удовлетворены. Но понятно, что это как бы некое их действие, которое, по крайней мере, оправдывает их обещания, которые были даны. Дело в том, что после того, как был 3 января прошлого года убийца Касем Сулеймани, они видят здесь израильский след, хотя это сделали американцы, после того, как был Мохсен Заде, в это время иранцы вспомнили как раз о том, что, в принципе, не отмщены еще 10 видных ученых-ядерщиков, которые были завязаны в иранской атомной программе. Они были убиты, и иранцы видят здесь след Израиля, и они считают, что отмщение должно настигнуть и вот на этом направлении. И поэтому, как бы, они считают, что первое уже что-то совершилось, они начали действовать, и тем самым они выполняют, собственно говоря, как они считают, свое обещание. Потому что, вы знаете, и после убийства Касема Сулеймани, и в ноябре, и в прочих, они всегда говорили, что отмщение неминуемо. И по этому поводу, кстати, выступало даже официальное иранское руководство, и вот религиозный лидер страны Айтула Али Хамены тогда сказал, что пусть нас не укоряет в том, что мы еще не отомстили, это наше дело, и мы сделаем тогда, в тот момент и в том месте, где это будет нам необходимо. Но иранская пресса писала об этом более широко. Они писали, что у нас очень большой диапазон отмщений, мы можем нанести удары по израильским посольствам за границей, мы можем, так сказать, определенным образом задеть израильские интересы экономические в том или ином регионе мира, мы можем пройтись по израильским гражданским объектам и так далее. Поэтому им трудно не реагировать, и вот я думаю, что это то, что они сделали сейчас, это, видимо, по крайней мере, немножко их самолюбие в определенной мере обрадует и в определенной мере как бы покажет, что они все же что-то делают, они пытаются реагировать на те акты, которые Израиль инициирует и проводит в жизни. Но ведь получается, что, доктор Миспанет, получается, что в какой-то степени можно сказать, что гора родила мышь, потому что если бы они ответили, скажем, ударом по израильскому военному кораблю, это были бы, значит, аплодисменты, бурно переходящие в овации. Если бы они ответили ударом по израильскому самолету, по израильскому какому-то военному объекту. Но нанести удар по торговому судну, тем более, который абсолютно, так сказать, перевозит автомобили новые, то есть это совершенно, ну, во-первых, для этого не нужно большого ума. Запустить ракету по торговому судну можно было еще полгода назад, да, или три месяца назад. Для этого не нужно там четыре месяца готовиться, да. То есть это элементарный, так сказать, вариант. И второе, значит, удар был нанесен, все обратили внимание, что удар нанесен был очень осторожно. То есть ракета попала в борт судна, никто не пострадал, она попала выше ватерлинии, то есть, так сказать, намного выше, то есть кораблю причинен определенный ущерб, но он не затонул, он ход не потерял, вот спокойно вернулся, так сказать, в порт, саудовский порт и, значит, подлежит там определенному ремонту. То есть такое впечатление, что был такой хирургический ответ, типа обозначили действия и все. Я ошибаюсь или это просто как бы этап, а следующим будет более серьезный ответ? Я думаю, что нет. Дело в том, что это вписывается в иранскую и тактику, и стратегию. Если бы вы обратили внимание, то когда было убийство Сулеймании, когда, собственно говоря, иранцы сразу тоже встали на дыбы, мы отомстим. Вы помните, что они сделали? Они разбомбили, в общем, кусочек какой-то там базы на иракской территории, причем совершенно с пустячным ущербом. Они не вязываются. Вот они предварительно через подставных лиц предупредили, что будет удар по этой базе, поэтому в этот момент на базе не было личного состава. Да, они делали так, как наши делают в Газе. Были времена, когда идут военные действия, предупреждают гражданских лиц. И вообще, так сказать, зачастую мы реагируем на наши удары по Газе, как удар по пустырям. Вот то же самое сделали они. И то же самое произошло и на этот раз. Я не говорю о том, что... То есть это, секундочку, это больше как бы для внутреннего пользования, вы считаете? Это показать, что они что-то делают, потому что иранскому народу трудно смириться. Вот если представить себе иранскую прессу, что они целыми днями говорят о том, что мы сильны, мы воюем, мы готовы, то-то-то-то-то-то-то-то, и вдруг совсем не реагировать, это сложно. А реакция любая, она уже реакция. Они могут сказать, что мы вот сделали, мы не хотим разжигать пожар войны. Это наша реакция носит такой, что ли, символический характер. Мы хотим показать, что вот вам первый укус, но мы можем пойти дальше. Хотя, как вы видите, дальше они не идут. Иранцы просто очень хорошо рассчитывают сейчас обстановку. Во-первых, иранцы никогда не реагируют своими силами очень жестко. Они считают, что реагировать можно не силами Ирана, а можно реагировать силами своих сателлитов. Там силами хауситов, силами, скажем, Хизбаллы, силами шиитских милиций в Ираке и так далее. Но сами они не ввязываются, они сами никаких серьезных операций вот в такие очень острые моменты не проводят. Поэтому им важно показать просто, что ли, заострить внимание на том, что они реагируют, что они делают. Но сейчас период такой, время такой, что им не нужно злить мировое сообщество. Они об этом, кстати, напрямую говорят своему народу, потому что сейчас они хотят спасти свою атомную программу. Им нужно сейчас понимание Запада, им нужно сейчас понимание мирового сообщества, что они не хотят в определенной мере поджигать огонь войны на Ближнем Востоке. И поэтому они делают вот такие вот действия, которые носят двоякий характер. С одной стороны, это как бы акт терроризма, с другой стороны, это такое предупреждение, действительно, как вы сказали, укус комара, который на самом деле ничего не меняет и ни к чему серьезному не приводит. Но они регистрируют свое присутствие, свое желание, свое желание, свою, так сказать, готовность отреагировать тогда, когда это будет надо. Хотя обещают они очень много, вы помните, они обещали там Армурский пролив когда-то, там корабль какой-нибудь сбить, не сбить, потопить. Какой-нибудь корабль, чтобы там закрыть. Сейчас вот в Аманском проливе, так сказать, это как бы случилось. Поэтому они много говорят, но очень мало делают, тем самым создавая иллюзии, что у них много сил, но как сильный человек они могут выбирать свои действия в таком ключе, в котором им заблагорассудится. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, является ли это косвенным сигналом американцам? Потому что, насколько мы понимаем, сейчас возобновляются какие-то попытки переговоров, то есть все пока что делают громкие заявления, там иранцы говорят, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, американцы говорят, что они тоже не пойдут на какие-то компромиссы. А реально, что происходит? Идут ли переговоры? И является ли вот это таким сигналом, что давайте все-таки с нами договариваться, потому что если нет, то мы вот такие сильные, мы можем взять и корабль потопить или еще что-нибудь сделать? Ну я думаю, что да, потому что переговоры ведь идут. Я думаю, что переговоры, причем идут не только в последнее время, наверное, давно. Я думаю, что переговоры начались еще, так сказать, в эпоху даже президента Трампа. То есть они пытались всегда договориться и, собственно говоря, если посмотреть историю взаимоотношений Ирана и Америки, то они уже пытались это делать, хотя официально там как бы есть две ипостаси. Одно это правительство, которое является, по крайней мере, пока еще является, но уже теряет такую характеристику, является как бы реформистским, они работают с открытым лицом на Запад. С другой стороны, там есть официальное, так сказать, руководство религиозное, в лице религиозного лидера, которые говорят, нет, 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 никакого мира с Западом, в первую очередь с Америкой, невозможно, потому что это концепция нашей исламской революции. Мы не можем делать то, что нашему исламскому религиозному естеству, нашей исламской революции противно. А мы с самого начала сказали, что это большой дьявол и говорить мы с ним не намерены. Поэтому и вот они пытаются лавировать между этими двумя флангами, между, значит, реформистами, которые, по всей видимости, мне кажется, скоро со сцены уйдут, потому что приближающиеся президентские выборы, они поставят как раз на этом точку. Это ясно уже сегодня, потому что уже определены те, кто будут участвовать, очень серьезно участвовать в президентской гонке. И ясно, что, так сказать, это все еще более обострит. Но с другой стороны, они хотят показать, что они могут договариваться. И могут договариваться, когда под огнем находятся их коренные интересы. А сейчас как раз интерес, во-первых, атомная программа, это национальный приоритет. И они по нему готовы договариваться, несмотря на то, что официально они говорить об этом не будут. Кроме того, сейчас как бы создалось некое такое равновесие. Американцы выставляют свои условия, иранцы выставляют свои условия. Кроме того, неясна позиция Европы, которая пытается работать и на Иран, ирану показать свое расположение. С другой стороны, пытаются с Америкой не очень ругаться. Поэтому будут находить какие-то точки соприкосновения. И в этом плане то, что сейчас случилось, это показательно. Что мы готовы, можем вообще взять под огонь, взять под мушку ваши военные объекты, можем очень серьезно работать на Ближнем Востоке. Но мы страна, которая пытается ввести дипломатию. И, кстати, в дипломатии иранцы дадут много очков вперед и американцам, и всем другим, скажем, участникам вот того марафона, который был по поводу венских договоренностей. Поэтому то, что случилось, это очень показательный жест, в котором они говорят, что мы сильны, но пока мы не готовы, так сказать, пойти и работать с позицией силы. Ну, получается, вот вы обронили вот сейчас в своем ответе, вы сказали, мы можем нанести удар по военным объектам, но они-то нанесли удар по гражданскому, они нанесли удар по гражданскому судну, что, во-первых, как бы неприемлемо с точки зрения мирового права и очень сильно цепляет всех участников этого процесса, тех же европейцев, тех же американцев. То есть это судоходный канал, тут судоходный пролив, тут много ходит танкеров, того, сего, пятого, десятого, поэтому это сразу же как бы настраивает против них всех, так сказать, потенциальных оппонентов. Ну и второе, на ваш взгляд, они же просчитывают ответ, то есть понятно, что Израиль не стерпит это, то есть будет какой-то ответ Израиля, Израиль никогда не оставляет без ответа подобные вещи. Этот ответ, судя по всему, аналогично, зеркально, должен быть тоже по какому-то гражданскому объекту. Просчитывают ли это они, просчитывают ли они тот ущерб политически на внутри, внутри Ирана, как бы понятно, с внешней стороны там все ясно, внутри, потому что они получат, что, ага, и мы сейчас обратно получили оплеуху, то есть в чем же тогда был смысл нанесения этого удара? Я думаю, что здесь они просто считают, что они нанесли удар по гражданскому объекту, но они сделали все настолько, как бы четко, настолько, я бы сказал, уверенно, настолько неболезненно, что ли, аккуратно, аккуратно, да, что бить их не за что-то. Смотрите, как они стреляли выше там линии, как она называется, ватерлиния, да, то есть, да, они, по сути дела, в борт на высоте стукнули, там, ну, тырочку сделали, и все. Ничего не задели, корабль на половом мотор не затронут, никто из членов экипажа, причем британского, обратите внимание, экипажа, никто не пострадал, то есть, это вот предупреждение такое, что мы можем, но не будем, и оно показывает и силу, и слабость, и раны, и поэтому, я думаю, что это показательный, конечно, жест, но никаких серьезных последствий, я думаю, что Израиль, просто, может быть, он и так наносит серьезные удары по иранским интересам, иранцы ни одного из этих ударов еще, в принципе, не отомстили ни за один из этих вот бомбардировки иранских объектов, причем довольно значительной бомбардировки объектов, так сказать, каких-то других связанных. На днях американцы же разбомбили их объекты. Да, американцы, вот эта бомбардировка, да, эта военная акция. Поэтому это все, наверное, это все как бы такое, что ли, показ мускулов, и все, больше ничего здесь, наверное, нет. Спасибо, спасибо большое, что нашли время побеседовать с нами. Я напоминаю, дорогие друзья, что мы беседовали с иронистом, доктором Владимиром Мисамедом, сотрудником Еврейского университета в Иерусалиме. Спасибо и с праздником Хак Самаях. Спасибо, Хак Самаях. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова